Приветствую гостей и постоянных зрителей канала Техноарена! С выходом последних смартфонов от Apple пришло время провести повторное сравнение двух топовых флагманов от извечных конкурентов, чтобы понять, чего смогли добиться купертиновцы в сравнении с аппаратом из Южной Кореи, представленным еще в начале текущего года. Героями сегодняшнего видео станут топовые модели, а именно Apple iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra. Я постараюсь провести параллели между всеми основными параметрами, чтобы было проще понять, какой из гаджетов заслуживает большего внимания. Погнали! Флагманский iPhone получился довольно тяжелым. Его вес составляет целых 240 грамм, что объясняется обилием стеклянных элементов. Так, передняя панель и задняя сторона гаджета защищены стеклом, а рамка изготовлена из нержавеющей стали. Однако, подобный подход позволил сделать прочный корпус, который уже точно не получится сломать голыми руками, как это было с шестым поколением смартфонов. Однако, следует помнить, что даже самое прочное стекло можно разбить, поэтому пользоваться устройством придется очень аккуратно. В свою очередь, самсунговский флагман имеет более крупные габариты, на одной только толщине наблюдается разница в 1 мм. Однако, при этом его вес несколько меньше и составляет 228 или 229 грамм, в зависимости от выбранного корпуса. Частично этого удалось добиться за счет использования алюминиевой, а не стальной рамки. На задней панели обеих моделей расположен довольно внушительный блок камер. Производители поняли, что увеличивать только число мегапикселей бесполезно, поскольку обмануть физику все равно не выйдет. Поэтому камеры начали оснащать крупными многолинзовыми объективами, позволяющими захватывать большее количество света. Яблочный смартфон получил традиционный квадратный блок, размещенный в левом верхнем углу. У Samsung камер на одну больше, поэтому производитель решил расположить их вертикально, заняв добрую треть пространства в верхней части корпуса. Отдельного внимания заслуживает входящий в комплект южнокорейского флагмана Stilus. Для него в корпусе имеется специальная ниша, которая позволяет всегда иметь перо при себе. При его извлечении активируется соответствующее программное обеспечение, предустановленное на смартфон. В американской версии iPhone отсутствует слот для сим-карт, поэтому на боковых гранях расположены только клавиши управления громкостью и включения смартфона. Эта особенность свидетельствует о том, что производители со временем и вовсе могут отказаться от использования физических карточек, что позволит добиться большей герметичности устройств. Впрочем, даже сейчас модели получают полноценную защиту по стандарту IP68, поэтому их пользователи могут не переживать, что влага случайно попадет внутрь и повредит комплектующие. Нравится узнавать новости из мира технических новинок в числе первых? Тогда подпишись на фанаты Apple наконец-то смогли дождаться полноценно работающего Always-On Display, реализованного за счет использования матрицы, изготовленной по технологии LTPO Super Retina XDR OLED. В этом плане производитель серьезно отставал от конкурентов, предложивших подобный функционал пользователям еще несколько лет назад. Также нововведением стал нашумевший Dynamic Island – специальный модуль в верхней части дисплея, скрывший под собой датчики и фронтальную камеру, а также ставший новой интерактивной зоной. Частота обновления изображения также рекордная для яблока – 120 Гц, более высоких значений купертиновцы пока не достигли. Samsung предлагает более высокое разрешение в 1440 на 3088 пикселей, что при диагонали в 6,8 дюйма позволяет получить идеально сглаженное изображение. Однако по максимальной яркости экран корейского смартфона проигрывает. Он способен достигать значения лишь в 1750 нит, в то время как Apple обещают пиковые 2000 нит. А что ты думаешь по поводу нового островка в iPhone? Поделись своим мнением в комментариях. Новая операционная система iOS 16 вышла практически одновременно с последним смартфоном. Среди основных нововведений можно выделить возможность добавления виджетов на экран блокировки. Переработанное приложение сообщений с новым функционалом – общую галерею с синхронизацией между шестью аккаунтами, входящими в одну семейную группу и улучшенный визуальный поиск. Однако оформление меню и основных экранов осталось практически таким же, как и в предыдущих версиях. Samsung традиционно работает под управлением операционной системы Android. В данный момент используется 12-я версия, однако производитель обещает своевременно выполнить обновления до 13-й. В качестве оболочки применяется фирменная One UI 4.1.1. Она насыщена визуальными эффектами и вспомогательным софтом, благодаря чему все основные функции всегда находятся под рукой. Захотелось сравнить флагманы по цене, загляни в описание к ролику, там я оставил ссылки на проверенные магазины с лучшими ценовыми предложениями. Если смотреть исключительно на разрешение камер, то однозначным фаворитом становится Samsung Galaxy S22 Ultra. Его основная камера оснащена модулем на 108 Мп, что позволяет делать весьма детализированные снимки. В свежем iPhone впервые появилась камера на 48 Мп, и этот показатель является по-настоящему рекордным, ведь в прошлом поколении использовались камеры всего на 12 Мп. То же самое можно сказать и профронтальные камеры. Кореец опережает конкурента за счет использования матрицы с разрешением 40 Мп. Еще одной интересной особенностью смартфона от Samsung является наличие камеры с перископическим объективом. Благодаря использованию такой оптики удалось добиться десятикратного аппаратного увеличения изображения. В свою очередь Apple может похвастаться лишь трехкратным зумом на телефотообъективе. Однако не стоит делать поспешных выводов и отдавать лидерскую позицию самсунговскому флагману. Множество режимов съемки, качественная постобработка и более высокая светочувствительность гаджета от Apple ставят оба смартфона примерно на один уровень. Оптическая стабилизация облегчает съемку видео в движении, поэтому пользователи могут записывать ролики в любых условиях. Близки гаджеты и по уровню производительности, что доказывается примерно одинаковыми результатами при проверке при помощи синтетических тестов. Так, в Antutu 9 версии обоим смартфонам не хватает каких-то 30 тысяч баллов, чтобы взять планку в миллион попугаев. Процессоры, используемые во флагманских устройствах, изготовлены по современному 4-нанометровому техпроцессу, что делает их весьма экономичными. По максимальной частоте однозначно выигрывает Apple, ведь производительные ядра A16 Bionic могут разгоняться до 3,46 ГГц. Exynos 2200 берет рубеж лишь в 2,8 ГГц, зато обыгрывает конкурента по количеству ядер. Традиционно смартфон от Apple имеет сравнительно небольшое количество оперативной памяти – 6 ГБ. Samsung же, в зависимости от комплектации, предлагает пользователям 8 или 12 ГБ УЗУ. Объем накопителя также выбирает покупатель. Он варьируется в пределах от 128 до 1024 ГБ, чего вполне достаточно даже без поддержки карт памяти любого типа. Смартфоны могут работать в любых современных мобильных сетях. Как я уже говорил, при покупке iPhone 14 Pro Max нужно быть внимательным, потому что модификация для США выпускается без лотка для сим-карт и предусматривает использование исключительно eSIM. Для подключения к ПК, Apple все еще использует порядком устаревший лайтинг, а гаджет от Samsung можно подключить через USB Type-C версии 3.2. Инженеры Apple решили понемногу наращивать емкость аккумулятора, поэтому флагманская модель получила батарею на 4323 мАч. Правда, скорость зарядки нельзя назвать рекордной, ведь максимальная мощность совместимых зарядных устройств составляет чуть больше 26 Вт. В Galaxy S22 Ultra используется аккумулятор на 5000 мАч, а подключение по проводу позволяет заряжаться блоком питания мощностью 45 Вт. Обе модели поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Чтобы составить максимально точное мнение о смартфонах, я решил дополнить ролик отзывами пользователей, уже испытавших обе модели в полевых условиях. Низкая скорость зарядки по сравнению с другими флагманами. Отсутствие необходимых приложений во встроенном магазине. Медленная передача данных посредством кабеля. Маркий корпус, собирающий отпечатки. Довольно высокий расход энергии. Не всегда срабатывает разблокировка по лицу. Высокое качество снимков и видеороликов. Возможность заряжать гарнитуру при помощи смартфона. Настраиваемый Dynamic Island. Неплохая автономность. Высокий уровень производительности, отсутствие подвисаний. Качественный дисплей с запасом яркости. Стилус, который всегда с собой. Классные камеры с зумом и стабилизацией. Оба смартфона показывают отличные результаты как по производительности, так и по удобству использования. Поэтому выбор стоит делать на основании собственных предпочтений. Однако все может измениться, когда Samsung выпустят обновленный флагман, а это произойдет довольно скоро. Напоминаю, что сравнить смартфоны по цене и оформить заказ без риска получить подделку можно в проверенных магазинах по ссылкам из описания. Буду благодарен за лайк поставленный этому видео, а также комментарий к нему. Чтобы не пропустить новые ролики со сравнением или подборкой гаджетов, рекомендую подписаться на Техноарену и включить уведомления через колокольчик. Скоро увидимся!